МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Юлия Широкова и Евгений Шахматов. Сегодня в программе. Начало первого месяца зимы прошло в железнодорожном без серьезных политических событий. Тем приятнее стали приглашения от Дома культуры Савина на мероприятия, которые проходят в нашем старейшем ДК завидной периодичности. Вернисаж художников в граффити и выступления группы посол на Курилы, благотворительный вечер «Мы одна семья» и гала-концерт вокальных коллективов Хоровой академии имени Георгия Струве стали темами наших сюжетов и репортажей. Большой культурный раздел выпуска мы дополним рассказом еще об одном муниципальном учреждении культуры. В этом материале речь пойдет о работе Дома культуры «Восход». Директор и депутат Андрей Тафинцев расскажет о коллективах и достижениях последних лет, а также о том, сколько волшебных новогодних елок ждут самых маленьких горожан в конце декабря и начале января. В этой программе вы также увидите радиовключение из нашей студии, из которого станет ясно, как оформить заграничный паспорт, не выходя из дома. И узнаете, как родители стали нарушителями и попали сотрудникам отдела ГИБДД. Также на минувшей неделе мы побывали на центральной площади города, где меньше чем за сутки, не причинив вреда природе, выросла волшебная новогодняя елка. А началась информационная неделя еще в субботу в спорткомплексе «Орион», где проходили соревнования с участием спортсменов с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием участвовать в общественной и спортивной жизни. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Спортивный комплекс «Орион» и отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города в минувшие выходные провели соревнования, посвященные Всемирному дню инвалида. На мой взгляд, вот в нашем городе, в частности, конкретный пример, делается достаточно много и весомых мероприятий для наших инвалидов. Вот и сегодняшний спортивный праздник. Соревнования будут у нас традиционными, они уже вошли в план мероприятий на 13-й год, и думаю, это неотъемлемая часть всех спортивных праздников в нашем городе. Мы, зная, что все технические условия для участия спортсменов вот этой категории, они выполнены городом, то есть это и возможность подняться по пандусу, у нас работает группа волонтеров, которые, это ребята, которые знают, как оказать помощь данной категории людей, это туалеты, ну то есть все, что необходимо, все выучтено, представительство этого замечательного комплекса. Поэтому я думаю, что по праву наш стадион входит один из лучших в Московской области, а уж тем более наша задача, непосредственно администрация города, насытить интересными, значимыми мероприятиями для жителей нашего города. С самого утра прошли соревнования по плаванию и гонке на колясках, и уже ближе к полудню традиционные дартсы и гиревой спорт. Новации этих спортивных состязаний стали настольные спортивные игры народов мира. Об истории которых рассказал судья соревнований Гунтерс Бролитис. Сегодня мы представляем японский бильярд, кульбутто, скандинавский бильярд, новус, голландский бильярд, жульбак. Представляем еще английскую игру шапплборд, маленький стук хоккей, чешская игра, разные игры разных народов мира. По трём из этих игрок новус, жульбак и палетта англайс в этом году в Сочи проводился фестиваль инвалидов. И принимали участие 64 регионов. В каждой игре принимали участие 35 регионов со всей России. И теперь вся Россия знает, уважает, любит эти игры. Кульбутто, который называется японский бильярд, её можно даже играть человек без рук. Просто может одеть ленточки и на плечики, да, и уже плечами двигая, он может закатывать шарики в ломочки. Так что игра для всех, для разного возраста. Ведь не зря национальные игры, они уже предназначены для семейного досуга и спорта. Для такого класса лёгкого можно сделать в любом месте, даже собственноручно. Есть международные правила по этим играм, есть уже своеобразные биточки, уже качественные, профессиональные, но это уже другой уровень. Но для того, чтобы ознакомиться с этими играми, можно даже дома, если у тебя есть какой-то маленький пила, фанера, знать, как натирать этот столик, как сделать биточки, уже можно даже собственноручно это сделать. Президент Путин сказал, что на данный момент Россия составляет физкультурников где-то процентов 12-14, а хочет выйти на уровень 28 процентов от развитых стран, то это маленький шаг, его действуем по развитию физкультурников среди людей, даже с ограниченной возможностями. Есть игра «Полайт Англайс», она уже метр пятьдесят длина столика, но там хорошо, что у кого чуть-чуть слабее моторика работает, он может метр двадцать этот биточек закинуть, но именно чтобы десять очков, а не восемь получить, уже тоже интерес получается. У нас даже в Сочи была одна девушка, она с Ленинграда приехала, она говорит, первый раз мне за всю жизнь руки заболели, она всю ночь в этот жульбак играла, и первый раз она говорит, мне мускулы заболели. И благодаря Московской области мы были в Сочи и представляли, презентовали эти игры, которые понравились всей Российской Федерации. Спасибо. И в Московской области, спасибо. Оригинальные и несложные в исполнении столы для игр заинтересовали и пришлись по душе не только спортсменам, но и руководителю отдела спорта города, которому было непросто с первого раза освоить филигранную технику попадания мячами в лунки. Я сейчас поиграл и даже взмок, в удовольствие, вот оно мобильное, а я дома сделал себе. Ну, немножко поменьше у меня, здесь метр на метр игровое поле, у меня получилось 85 на 85, бортики самодельные, затрат, там ноль, только сила, там друг помог, вместо подошки этот обыкновенный столик взяли, этот вот, ну как, раскладной, да, и во дворе у нас это, это же пошло дело моряки придумали, как вот я слышал, потому что билет это все откачается, они шарик пополам разрезали, и потом уменьшили, и давай гореть. И этот друг приехал, и мы там под пивко, еще парень там приехал, ну там деловые там на джипах, вот, пивко это дело. Все в удовольствие поиграли, обалденная штука, обалденная. Мы помним, как на последних Олимпийских играх в Ванкувере и Лондоне спортсмены и паралимпийцы высоко подняли знамя российского спорта. Но, наверное, самое главное, что эти крепкие духом люди, привыкшие преодолевать жизненные препятствия ежедневно и при этом находиться в хорошем настроении и не озлобляться на весь мир. Мы уже домой ездим, конечно, надеемся. В призах будете сегодня? В призах. Вы уже старый закал. Да, да, обязательно. Уже дома, наверное, спортивная такая большая тема. Ой, лучше не говорите, не то слово. Кубков, грамот. Медалей. А медалей, это если взвесить. А что самое главное в таких соревнованиях? Участие, самое главное. Участие, общение, конечно. Мы давно не видимся, давно друг друга знаем. Мы встречаемся, радуемся друг другу. Мы играем в разных городах, поэтому только мы соревнования встречаемся. Да нет. А гордиться не готовы? А завершились соревнования торжественным построением участников и, конечно, награждением победителей. Молодец. Будешь судьей. Не дайте день, не все. Поздравляем вас, Татьяна Алексеевна. Слава богатей, дышим. Ко мне. Молодец. И ко мне. Молодец, Андрей. Все. Молодчим. Поздравляю. Рамот у тебя. Поворачивайся. Спасибо. Спасибо. Молодец. . Молодец. Александр, вы на камеру! Да, вы на камеру, пожалуйста! Спасибо, Сергей, вам за участие! Было очень приятно с вами поиграть, пообщаться! Молодец, здоровый человек! Поздравляем, для того, чтобы приезжать! Поднимаем! Спасибо! И ночь огорает звездом и садочной Солнце встает, по свету и садочной Слата вся твой город, шелезная, дорогая Слата вся твой город! Спасибо! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном Есть имена и даты, которые жители Железнодорожного знают наизусть Десятки тысяч воспитанников пионерии ежегодно отмечают день рождения маэстро В этом году к юбилею мастера был приурочен галоконцерт коллективов Подробнее об этом в материале Ольги Паршиной Съемочная группа РТВ Подмосковья приехала в Дом культуры Савина на гала-концерт победителей и участников первого городского фестиваля конкурса имени Георгия Александровича Струва Народный артист РСФСР, создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению Композитор, хормейстер, дирижер, педагог, просветитель и все это о нем Сам конкурс прошел 22 ноября в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Московской области детская музыкально-хоровая школа пионерия, названная в его честь Ирина Лагутина, председатель комитета по культуре, туризму и делам молодежи зачитала участникам и гостям приветственное письмо от главы города Евгения Ивановича Жиркова В этот день мне очень приятно приветствовать вас, представителя одних из самых талантливых и творческих коллективов нашего города накануне юбилея славного земляка, композитора, хормейстера, дирижера, педагога и просветителя почетного гражданина города, народного артиста России Георгия Александровича Струва Пусть проникновенная исцеляющая силу музыки помогает вам чувствовать созвучие гармонии и красоты окружающего мира настраивая струны вашей души на ноты милосердия и сопереживания Пусть атмосфера творческого содружества нашего фестиваля подарит вам незабываемые моменты общения с прекрасным Вселит надежду и уверенность в ваши будущие победы на пути покорения новых музыкальных вершин Будьте счастливы и успешны! До встречи в следующем году! С наилучшими пожеланиями глава городского округа железнодорожной Евгений Иванович Жирков Дорогие друзья, на самом деле очень сложно им говорить эти слова, потому что все пропущено через вот это сердце Я очень хотела бы, чтобы наше начинание продолжалось вечно Потому что Георгий Александрович это самый был необыкновенный человек, по крайней мере в моей жизни и жизни моих учеников С праздником вас всем! С таким большим красивым начинанием! Песенку, песенку с друзьями мы поем Песенку, песенку с друзьями Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, кто организаторы данного мероприятия прекрасного? Организатором в данном конкурсе выступила детская хоровая школа-студия «Пионерия» При поддержке администрации городского округа железнодорожной, отдел по культуре И мы, как принимающая сторона, сегодня рады принять всех детей, принимавших участие в этом конкурсе А кто же мог тогда принять участие? Участие принимали в этом конкурсе все желающие Предварительно отправляли заявку на исполнение двух произведений Очень много детей из детских садов, ну, также школы, конечно, школьные хоры, коллективы школьные Плюс, конечно, наши прославленные, замечательные солисты «Пионерии» и коллективы «Пионерии» Каковы были критерии оценки в этом году? В этом году, на самом деле, критерии очень, так скажем, мягко подходили требования Подвигали очень мягкие к исполнителям Это первый конкурс, такая, знаете, проба пера Поэтому в качестве пробного шара получилось очень все достойно Очень разнообразный репертуар был, несколько повторений И хочу сказать, что критерии исполнения – это, как всегда, доброжелательность, музыкальность, позитивность и артистичность И какие существовали возрастные группы? Младшая, средняя и старшая Среди задач мероприятия – повышение эстетического и культурного уровней Развитие художественного вкуса Повышение уровня исполнительского мастерства И не только Согласитесь, с тем большим вниманием, которое уделяется воспитанию детей и молодежи в железнодорожном В нашем городе нужно потрудиться, чтобы вырасти бескультурным человеком И во передачу музыка Есть особенная музыка В тихом шелесте ветвей У нас в хор-мальчиках, владших хор-мальчиках детско-музыкальной хоровой школы «Пионерия» имени Геру Санчо Струве Где мы работаем Где в 2002 году мы начали с ними заниматься, с ребятами еще по просьбе Геру Санчо И вот продолжаем В этом году у нас было 10 лет нашему хору Особых успехов у нас, конечно, занимает это старший хор мальчиков Потому что мы ездим, мы с ним гастролируем, поступаем, дарим свое искусство, умение Какого возраста старшая группа и самый младший представитель вашего хора? Самый младший у нас трехлетние ребята С трех лет мы занимаемся, ну и до 15, до 16, сколько ребят уже могут с нами вместе быть Вообще они стараются быть всегда с нами, приходят, поддерживают нас Потому что хор – это необыкновенное сплочение Это действительно настоящий коллектив, где друг друга учатся слушать Где отдают свое сердце, немножко частичку своего сердца, чем они занимаются И стараются каждую песню спеть так, чтобы она понравилась зрителям, подарить ее зрителям Вот так вот скажем ПЕСНЯ 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 А можешь их назвать? Ну да Перечисли, пожалуйста Про лисенка, про край чудесный, про тихую песню, громкую песню, быструю песню и медленную песню Ничего себе, как здорово! А долго репетировали? Ну нет, быстро Сколько у вас всего человек в хоре? Наверное, 15 И все мальчики? Да А как называется тот хор, где ты занимаешься? Тот хор Мы ходим в студию Пионерию Это в детскую... Какая у тебя группа, детская или младшая? У меня младшая Вам присудили звание лауреатов? Ну, наверное Наверное То есть ты пока еще не знаешь? Ну, пока нет Но я желаю тебе большой удачи Спасибо И тебе спасибо Вот стану взрослым парнем И буду я пожарным И ты замрешь, увидев Как я с огнем борюсь А может цирки местным Стоп-клоуном известны Тебя мы заметим в зале Небрежно поклонюсь Ну, тогда ты пожалеешь кулаковом Что мне ранен свой носить не доверяла Что за партой одной ты сидела не со мной И так много о себе поражала Что вас привело сегодня в Дом культуры Савина? В Дом культуры меня привело концерт моих начат Они... Концерт, посвященный Гюрисунову Сестрову Сюда, значит, в Пионерию Раньше ходила моя дочь А теперь уже и детки пошли сюда В общем, мои дети прошли эту школу Готовились Ну, в общем, все было очень прекрасно Георгий Александрович Штрув Даже гостяк у нас дома был Вообще, у нас хорошее отношение с ним И вообще, он очень любимый наш человек Скажите тогда, пожалуйста Как представитель старшего поколения Как влияет занятие хоровым пением Хоровым искусством На внуков и на детей в свое время? Отлично, положительное влияние Только положительное Здесь свет виден Вот в этой школе свет, тепло Он, его вот простота Чувствуется до сих пор Он настолько был прост Настолько гениален Ну, это просто не человек, а это Ну, чудесное что-то Просто замечательный человек И мы его очень-очень любим Вся семья Ну так с Богом Вечер близок Быстрый лет косаток низок Надвигается гроза Дождь глядит в твои глаза Ребят, привет! Что вы сегодня исполняли? Расскажите, пожалуйста Песню Веселую песню Долго готовились? Поделитесь впечатлениями В процессе подготовки Мы готовились долго Вам нравится занятие? Да Солнце светит Ветры дуют И берется над Россией В небе раду Дальше на Немь земли Прости Дело Георгия Дело Георгия Струва живет и будет жить долго В этом нас еще больше убедил сегодняшний прекрасный гала-концерт Нам остается только порадоваться неравнодушию гостей и участников И, безусловно, мастерству победителей Ольга Паршина Валерий Сахнов РТВ Подмосковья Талантливый город Железнодорожный Также на минувшей неделе в Доме культуры Савина При поддержке администрации Железнодорожного Состоялся благотворительный вечер Мы одна семья В котором принимали участие общественные организации Дети с ограниченными возможностями здоровья Творческие коллективы ДК Профессиональные артисты И жители города Начался праздник еще в фойе Дома культуры Где была организована выставка творческих работ Центра детей-инвалидов Любой желающий не только мог познакомиться с экспонатами Но и приобрести наиболее понравившиеся Тем самым поддержать тех Ради кого этот вечер и организовывался Если не будет поделок Значит и не будет радости в жизни И главного дела в своей жизни Также в фойе был организован Импровизированный сладкий стол Со всевозможными угощениями А подробнее о самом мероприятии Нам рассказал один из организаторов Президент спортцентра КОТ Михаил Хромов Акция посвящена нашим детям Детям-инвалидам Которых у нас больше двухсот человек в городе И почему-то про них очень многие забывают Потому что они остаются в тени И дома, в коляске Они не способны самостоятельно выжить в этом мире Мы же стараемся внести в их жизнь Хоть немножко света, хоть немножко радости какой-то Организовали этот вечер У нас представлены картины Девушка попала в очень страшную аварию Инвалид рисует картины И она сегодня здесь с нами Поддерживает нас своими картинами А другая девушка Работает с цветами Делает замечательные букеты Тоже здесь с нами Ну и дети детсадов, школ Не остались безучастными Тоже присоединились к этой акции Прислали свои поделки Которые кому-то понравятся Кто-то их купит Отдадут какую-то денежку Которая пойдет на благо Продолжился вечер праздничным концертом Но прежде нам удалось пообщаться С одним из его участников Принимаю участие во всяких концертах И таких вот мероприятиях Сегодня я буду исполнять Чайковского Июль песни Косаря Из времен года Свои таланты продемонстрировали Воспитанники Центра детей инвалидов Лауреаты многочисленных конкурсов Во второй части номера показали Творческие коллективы ДК Савина Озорные каблучки Вокальные студии Шансы планеты любви И цирковой коллектив Арена В завершении концерта Состоялось выступление бардов Вячеслава Лешева Корнеева Александра Алексеева Алексея Маслова И певицы Инны Субботиной А после концерта нам удалось пообщаться С председателем Центра детей инвалидов Лидией Рольщиковой Мне все понравилось Дети маленькие, как выступали Отлично И акробатические номера хорошие, красивые А я всегда люблю больше всех своих детей Лучше всех они, мне кажется, выступают Конечно, хочется, чтобы пожелать терпения Чтобы родители больше уделяли внимание своим детям Чтобы им помогали службы государственные Это медицина и образование Слава Богу, у нас в городе В принципе, все поставили так, как надо И пункт по образованию помогает детям Дети у нас обучаются даже тех, которые не обучаемы К чему приводят пренебрежение правилами дорожного движения Кажется, знают все Но зачастую мы склонны полагать Что неприятности могут случиться с кем угодно, только не с нами Ранним декабрьским утром в минувшую среду Сотрудники ДПС отправились в гимназию номер один С тем, чтобы выяснить, почему некоторые водители Игнорируют даже правила, которые касаются безопасности собственных детей Провожать детей в школу отправилась наша съемочная группа В рамках социальной кампании «Автокресло детям» Сегодня проводится профилактический рейд Подобные рейды проходят ежедневно А также в рамках кампании в образовательных учреждениях города Проводятся беседы с учащимися В детских садах инспекторы отдела ГИБДД Принимают активное участие в родительских собраниях Основная цель мероприятий Это обеспечение безопасности дорожного движения И профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Саид Сабетханович, правильно? У нас сейчас проходит профилактическое мероприятие Автокресло детям называется Водители, которые перевозят детей в салоне автомобиля без кресла Без специального оборудования Какая разница? До 12 лет обязаны кресло пристегивать детей Либо специальные приспособления для перевозки детей Чтобы ремнем пристегивались На первый раз проведем свою беседу Пожалуйста, вот такую вот листовочку почитайте на досуге Возьмите В следующий раз выпишем вам штраф Понятно? Все, аккуратнее, пожалуйста, на дороге Я вот смотрю, вот ребенка везете Кресла нету, ремнем не пристегнуто У меня отмена, она просто села с этим Покажите, пожалуйста, есть у вас? Да, она есть Вот она села, крестом не пристегнулась Надо же было пристегнуть Ольга Сергеевна, нарушение Ну, вы же нарушаете Ольга Сергеевна, на первый раз предупреждаем вас В следующий раз напишем штраф Хорошо, спасибо Немного, не мало, 500 рублей Я думаю, лучше ребенку леденцовку пить Ну, мы обычно пристегиваемся, да, Полина? А вот вопрос, вот у вас ребенок в машине Один, второй, а вы не пристегнутых возите Без кресел Почему? А вот за каждого ребенка по 500 рублей штрафа, представляете? Или жизнь ребенка Что лучше? Девушка уже расстроилась Пожалуйста, у нас мероприятие проходит Автокресло детям Называется Почитайте на досуге Пока что предупредили вас В следующий раз напишем штраф Ребенка пристегните сзади, прямо сейчас Скажи, а сколько тебе лет? Одиннадцать Светлана Митрофановна А вот у вас ребенок одиннадцати лет на переднем сиденье Почему? Она пристегнута Так до двенадцати лет Запрещается на переднем сиденье возить Без специально оборудованных кресел Почему вы думаете, что ей одиннадцать? Потому что она сказала, что одиннадцать Одиннадцать Ну как, у нас проходит перспективное мероприятие Автокресло детям Вы едете, нарушаете правила дорожного движения Ребенка одиннадцати лет на переднем сиденье без кресла везете О, господи Сейчас я паспорт достаю Зачем мне паспорт? У меня водительское удостоверение Двух месяцев Ну какая разница? Ну нет уж двенадцати Дело не в этом Дело в том, что на переднем сиденье Да не в штрафе дело, Светлана Митрофановна Дело в жизни вашего ребенка, в первую очередь Вы видели, она какой рост И что теперь? А вы знаете, как они в машине бьются очень часто? Когда даже просто машину толкнут Сзади или спереди И ребенок бьется об панель Либо об лобовое стекло Либо об подушку на сиденье Вот она, сейчас я вам достаю Мы вас пока предупреждаем За нарушение правил дорожного движения Пожалуйста, ваши документы Значит, с листовочкой Ознакомьтесь Спасибо И больше не нарушайте, пожалуйста Покажите, пожалуйста Как надо возить ребенка Можно, да? У нас профилактическое мероприятие проходит Автокресло ребенку Вот, пожалуйста, ребенок пристегнут и все Можно листовочку? Просто проходит мероприятие профилактическое Автокресло, дети На досуге почитайте Ознакомьтесь Спасибо Чтобы не забывали Ребенка в кресле водить В ходе рейда мы поинтересовались у водителей Почему необходимо устанавливать автокресло? Чтобы ребенок был Здоров, цел Чтобы он не вылетел никуда Ну, случаи, потому что разные бывают И я уверен, что он никуда не денется По безопасности детей Ну, и все От чего это может уберечь? Ну, от столкновений Более серьезных Если пристегнут Вот ребенок у вас пошел Сколько лет ребенку? Ребенок это Преподаватель школы Преподаватель школы А как вы вообще относитесь Не надо документы Как вы относитесь к тому, что требуют у водителей Для перевозки детей Используя кресло Специально оборудованное Хорошо отношусь У вас еще самого есть? Нет, у меня детей нет Нету пока Ну, вот если появится Как вы будете перевозить? С креслом С креслом? Да Обязательно Только с креслом Вот вам корреспондент хочет пару вопросов А почему с креслом? Потому что это повышает безопасность Вот, в первую очередь Это основная причина Вера Безгина, Валерий Сахнов РТВ Подмосковье Город Железнодорожный Рекомендации начальника городского отдела Николая Самсонова Недвусмысленны и однозначны Уважаемые водители Убедительная просьба Используйте, пожалуйста Детские удерживающие устройства При перевозке детей Чтобы сохранить жизнь вашим детям Или уберечь их от травм и увечий Удивительная беспечность Да, и хочется добавить Что не за горами Довольно длительные зимние каникулы И, пожалуйста Напомните правила поведения на улице детям И сами не нарушайте Не подавайте плохой пример В эфире новости РТВ Подмосковье В железнодорожном Госуслуги.ру За свое недолгое существование Этот интернет-ресурс Уже стал хорошим помощником Гражданам России Много полезного и интересного Продолжает открывать для себя На сайте и наш выпускающий редактор Вера Безгина Она же в радиостудии И готова поделиться познаниями И полезной информацией Не только с радиослушателями Но и с нашими зрителями Ей слово Вера Спасибо, Евгений Здравствуйте в студии Вера Безгина В эфире программа Полезная информация Хотите оформить паспорт А заграничный А регистрацию Тогда вам На госуслуги.ру Что же необходимо Для оформления Прежде всего Создать свой личный кабинет На портале Государственные услуги Для этого вам потребуется Компьютер Подключенный к интернету Идентификационный номер Налогоплательщика ИНН И номер Пенсионного страхового Свидетельства СНИЛС Эти данные Необходимы для заполнения Регистрационной формы Также необходимо Будет указать Свои данные Фамилию, имя, отчество Почтовый адрес И номер телефона Все данные Будут проверены Уполномоченным Государственным органом И если все в порядке Примерно через две недели Вам придет заказное письмо С регистрационными данными Вашего личного кабинета То есть паролем С помощью которых Вы откроете Свой личный кабинет Кроме того Вы должны помнить Что заявление Поданное через портал Обладает той же Юридической силой Что и заявление Поданное традиционным способом Поэтому Если вы укажете В заявлении Неточные сведения Или несуществующие документы Для получения Государственной услуги То ваше заявление Будет отклонено Итак Вы намерены Воспользоваться Возможностями портала И подать заявление В ФМС России По Московской области У вас имеется Полный пакет документов Необходимых для обращения В ФМС Тогда можете Смело приступать Если у вас возникнут Какие-либо вопросы Вы всегда можете Задать их По телефону Круглосуточной Горячей линии По номеру 8 800 100 Ровно 70 10 Евгений Спасибо, Вера А мы продолжаем Нашу программу В эфире новости РТВ Подмосковье В железнодорожном В конце 80-х Новые художественные фильмы И самые интересные Вокальные инструментальные ансамбли Один из лучших Театральных коллективов города И удивительные кружки С преподавателями Влюбленными в свое дело А в 90-е Цех по производству пельменей Как вынужденная мера Для оплаты услуг Жилищно-коммунального хозяйства Все это Такие разные страницы Из истории Дома культуры Восход Как живется Этому муниципальному Учреждению культуры Сегодня Выясняла Ольга Пашина Городской репортаж Мы продолжаем Рассказывать Нашим зрителям О домах культуры В железнодорожном И сегодня Наша съемочная группа Вместе с вами Побывает в Доме культуры Восход Как заявлено На официальном сайте города Восход Это творческие коллективы Различных направлений Деятельности И любительские клубы Для детей и взрослых Подробнее о них Нам расскажет Директор Дома культуры Андрей Тафинцев Андрей Михайлович Здравствуйте Расскажите нам Пожалуйста Историю Дома культуры Восход Он был построен При керамокомбинате Как клуб по интересам Здесь было Очень много объединений Много кружков Тогда Ну и постепенно Керамокомбинат У нас Обанкротился И ДК Перешел Ведник города Теперь это Городской Дом культуры Муниципальное учреждение культуры А как давно Вы руководите Дома культуры Восход? Я уже 5 лет Директор Дома культуры И когда я приходил Дом культуры Был поставлен В режим реконструкции Был сделан проект И к сожалению Кризис не дал Начать и завершить Планы и идеи Но я надеюсь Что в течение 2-3 лет Мы вернемся к этой теме Современный Дом культуры Это? Если вкратце Ну второй дом Наверное будет громко сказать Ну как бы вот Какой-то очаг Для отдыха Для развития Для обучения Новейшие технологии В точке зрения Аппаратного обеспечения Это звук, свет Это я горжусь нашим залом Потому что такого зала В городе нет Реально получился Хороший Технически оснащенный Театральный зал Плюс Современные кружки С современными направлениями Хотя мы не забываем Русский народный танец Тоже И самое главное Очень много Работает молодежи С новыми идеями Так сказать Со всякими Интересными Ходами Сколько человек Занимаются на сегодняшний день В восходе? Ну больше Более трехсот Занимаются Хотя я считаю Что это мало Для такого большого Дома культуры Это конечно мало Вот Ну я надеюсь Что Приходит новый преподаватель С новыми идеями Я надеюсь Что как бы будет Расширение Детей Тем более Микроэн Ольги Он потихоньку К нам приходит Вот Немножко осталось Поле перейти И новые дома Новые люди Новые семьи Все будут Надеюсь К нам приходить Тем более У нас есть Что предложить Периодичность Обучения В коллективах То есть Сколько раз в неделю Проходят занятия Все по-разному Все зависит от того Как Скажем Какие Ну какие Направления Скажем Карате Приходит нам Два-три раза Танцевальные кружки Два-три раза Театральные Они занимаются Два раза Ну скажем Второй раз Очень долгий Там Потому что есть Много занятий Мы привязаны К сожалению К преподавателям Которые Не всегда имеют Основным местом работы Дом культуры Восход Потому что есть Много совместителей Поэтому По-разному И в то же время Обучение Программы Которые они дают Они Тоже Обязаны Соблюдать Вот этот вот Объем Объем Работы И объем Знаний Которые должны Вложить в ребенка Тоже всех по-разному Некоторым надо Один день в неделю Скажем Вот шахмат У нас Один день в неделю Танцевальные У них Три раза в неделю Ну Все по-разному Андрей Михайлович Какова оплата За возможность Обучаться В вашем доме культуры Стоимость разная Все зависит От того Сколько занятий В неделю И какая продолжительность В среднем Где-то Тысяча Тысяча Триста Рублей В месяц На ребенка Есть конечно Всякие льготные категории Как это везде Андрей Михайлович Я знаю Что каждый год У вас проходят Елки главы города Я надеюсь В этом году Прекрасная традиция Не будет нарушена Нет Нет Традиция не будет нарушена Это уже по-моему Седьмой год Елки главы Хороший проект получился Такой Набродный И очень серьезный Каждый год Наш театральный коллектив Лингвини Который базируется В ДК Он делает Этот проект Давно он готовится Начиная буквально С мая Потому что Много детей Проходит Порядка Шести тысяч детей Через этот проект Здесь каждый день По три елки Это какой-то Такой вот Я сказал так Новогодний конвейер Глава Значит Дарит подарки Лингвини делает Спектакль Потом Дети приходят К нам У нас тут Так сказать Пляски Игры вокруг Елки С Дедом Морозом Ну как это положено Потом они проходят Зал и получают Новогодний спектакль Потом они Спускаются Получают подарки И в общем-то Вроде все довольны Когда в этом году Будут проходить елки С какого числа И по какое Значит Елок у нас 22 Мы начинаем 22 декабря И заканчиваем 6 января Каждый день По три елки Билеты распространяются Только через Комитет по образованию Потому что Это елки главы И как бы Глава Дарит Детям Подарок Вот Билеты не продаются Это Их не купить Только через Комитет Но из-за того Что елок много Практически Все дети Скажем так Елочного возраста Могут прийти Посмотреть Получить удовольствие Поводить хоровод И получить подарок Клубное объединение Помогают при решении Важнейших Социально-культурных И нравственных проблем Предоставляя Интересные Активные Формы досуга Все знают Золотое правило Лучше один раз Увидеть Чем сто раз Услышать И сейчас у нас Есть возможность Поприсутствовать На занятиях Одессим Попробуем С прыжком Начинаем Вверх Вниз Колени Не отрываем Хорошо Музыка В этом мире я гость непрошенный Отовсюду здесь веет холодно Непотерянный, но заброшенный Я один на один с городом Среди полности и предательства И суда на расправу скорого Есть приятные обстоятельства Я люблю тебя, это здорово Здесь можно будет эту пешку защитить Такой вариант Так, так Так, так, вот так Да мы просто музыканты Музыканты нас попросили играть Так, так, так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Угадай, Евгений, куда мы отправимся в следующем нашем материале? Дай-ка подумай. Вы дом культуры Савина? Ты знал. Что на этот раз? Ну, даже не знаю, как тебе сказать. Вот что может объединять художников и музыкантов? Я думаю, творчество. Именно. С творчеством художников граффити и музыкантов группы «Посол на Курилы» мы и познакомимся. Городской репортаж Мне хотелось бы сказать, что каждый человек в душе художника. Может быть, он об этом просто не знает. И вот для этого мы хотели показать своим родным, близким и друзьям, что, в принципе, вот идея, овладевшая некоторой массой людей, которые вот здесь собрались, мы хотели просто показать, что мы можем сделать то, что, допустим, какое-то мировоображение, мир фантазии через нас как-то может выписаться на стены вот этого здания. Здесь, в принципе, очень много разных людей, которые участвуют в потоке помоложе, постарше. Мы занимаемся граффити, занимаемся в культурном кружке. И вот хотели показать просто свои работы. Здесь работы есть и граффити, то есть фотографии граффити, которые мы рисовали. Есть работы уже такие более художественные. То, что каждый вот видит, как он видит мир. Хочет показать свой внутренний мир, да, своим друзьям, знакомым. И нам бы хотелось просто показать, что идея, которая, надо что-то сделать, то есть поднять, взять хотя бы кисточку в руки для того, чтобы понять, да, что ты можешь рисовать, а что ты не можешь. Берешь кисточку в руки и начинаешь рисовать. Вот это для этого мы организовали вот это выставка. Что нет, все зависит только от тебя. То есть вы должны просто начать что-то делать. На выставку посмотреть вот эти все, вот это как бы, вот все вот это. Нам, в общем, все понравилось. Очень шумно. Ребята молодцы, рисуют хорошо. Хоть и не такое прям искусство, но тоже супер все. Даже вот оформление выставки самой, оформление стен, меня очень удивило, честно говоря. Творчество всегда хорошо. Мэр Собянин в Москве разрешил использовать граффити в городе. Вот бы еще в нашем городе было использовано, чтобы они не по улицам ходили, а занимались делом. Тут классно. С чего начнем? С того, что художниками мы хотим, наверное, являться, стремимся к этому. Делаем все возможное. Как настоящие художники мы организовали выставку. Пусть мы граффити художники. Это, наверное, тоже искусство. Пытаемся показать, что люди, которые там рисуют, пачкут стенки, они все-таки что-то еще делают, помимо того, что расстраивает людей. Коммунальщиков. Да, коммунальщиков и глаза, в общем. Ну да, здесь выставка, на самом деле, посвящена не столько искусству, а сколько разности стилей, разности отношений и разности грани самого граффити, что мы хотим донести, наконец-то, до людей, что граффити – это реально интересное искусство. Хотя бы в каком-то вот местечковом масштабе, как можем. Поэтому и за спасибо. Все на своих, на своем энтузиазме, на своих вложениях. Там название немножко, оно еще отражает саму суть граффити, мимолетность, некоммерциализированность, никому не нужность. Рисунок, который ты видишь сейчас, надо его смотреть, фотографировать, запоминать завтра его не будет. В который человек вошел, там усилили какие-то свои деньги, средства и так далее. Никто никогда не ищет, ни навара, никак не нет цели окупить средства. Главное, услышать спасибо, наконец-таки, от людей. Люди, скажите спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зима, сугробы, декабрь. Проходя через площадь Ленина, понимаю, что чего-то сильно не хватает. И вот за несколько часов из такого вот неказистого каркаса, который тщательно собирали рабочие прямо в центре города, выросла настоящая лесная красавица. По этому поводу даже солнышко ненадолго выглянуло. Волшебство да и только. Теперь у нас есть городская елка. Ну, а какой самый любимый праздник, я у тебя даже спрашивать не буду. А чего спрашивать? Подарки готов, Евгений! Эй, ты чё? Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, пока мы будем наряжать елку в нашей студии, хочется сказать, что декабрьские снегопады и пробки – это, конечно, вопрос проблемный. Но в преддверии Нового года хочется порадоваться вместе с теми, кому снег и легкий морозец приносят исключительно положительные эмоции. Посмотрите, как радуются наши дети. Давайте и мы будем друг другу создавать предпраздничное настроение. А гирлянда с огоньками? Будет тебе и гирлянда, и огоньки, и счастье в Новом году! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иду! На сегодня это все события, о которых мы успели вам рассказать. А в телевизионной студии редакции радиовещания РТВ Подмосковья в городе Железнодорожном для вас сегодня с удовольствием работали Юлия Широкова и Евгений Шахматов. Спасибо за внимание, уважаемые земляки! Хорошего вам предновогоднего настроения и всего самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин